Вечерний эфир ТСВ продолжает экспертное мнение. В студии работает Светлана Мертонюк и моя коллега Дина Королева. Здравствуйте. Центробанк отмечает рост безналичных расчетов. Буквально в полтора раза выросла эта цифра с прошлого года. Почему так происходит и какие еще банковские услуги пользуются популярностью? Об этом говорим сегодня. И об этом мы говорим сегодня с начальником отдела маркетинга Агропромбанка Владимиром Литвиным. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Давайте сразу же начнем с вопроса. Не сказала бы, что он провокационный, но тем не менее. В Приднестровье по последним данным пользуются картами приблизительно 300 тысяч человек. И по данным Центробанка в последнее время именно выросло количество операций по безналичному расчету. Вопрос и провокационность в том, что эта пандемия так постаралась или все-таки люди сами уже находят какие-то плюсы и отказываются от налички? Полагаю, что... Здесь, наверное, надо уточнить, что 300 тысяч все-таки это речь идет о количестве самих карт. Количество людей это меньше. Но это как раз подтверждает то, о чем вы говорите, что у людей есть несколько банковских карт. Несколько банков сразу такое тоже встречается. И это как раз говорит о том, что тот посыл, который банки когда-то пытались... Десять назад прилагали огромные титанические усилия, чтобы доказать удобство этого вида услуг. Да, было сложно поверить в том, что оплатить можно с помощью телефона и с помощью карты. До телефона еще не доходило. Просто даже когда переходили предприятия на зарплату на карты, люди не понимали, как это на картах эти деньги. Им хотелось в руках их поддержать. Сейчас, когда это уже перестало быть каким-то страхом, какой-то иррациональной боязнью этого всего, то люди оставляют эти деньги на счетах, пользуются. Это удобно до копейки рассчитываться. Плюс всевозможные плюшечки в виде кэшбэков, скидок, какой-то маркетинговой активности. Количество людей, которые пользуются в Приднестровье банковскими картами, оно уже даже, можно сказать, близко к насыщению. Да, пандемия на это тоже повлияла. Очень многие авторитетные медицинские организации заявляли о том, что наличные деньги способны сохранять на себе вирус. Но, в принципе, я вам скажу и так, что, слушайте, вот у нас кассиры, когда работают, пересчитывают деньги вручную, они когда после этого моют руки, ну, это же катастрофа, вот эти вот нежные, красивые руки наших кассиров, они черные, да. Безналичная оплата, она безопасная, она безопасна не только вот в плане вируса, она еще и безопасна, что нет рисков потерять эти деньги. Люди это уже поняли, и это перестало быть каким-то страхом. Ну, я вам хочу сказать, из моих личных наблюдений, бывая в магазинах, именно в больших магазинах, я заметила, что люди стараются не обращаться с наличкой. Наличка в ходу еще, скажем так, рынки, это когда идешь у бабушки, и мимоходом у бабушки покупаешь пучок петрушки, а в основном люди сейчас выходят, и особенно это видно по прогуливающимся в Тирасполе, девочки, маленькие сумочки, куда не помещаются большие кошельки, но точно поместится карта. Мне кажется, что скоро мы придем к тому, что и у бабушек будет петрушечка, и нет, QR-код распечатанный, где можно будет расплатиться, наверное, все идет к этому. Я скажу вам, что мы уже к этому пришли, на центральном рынке города Тирасполя уже есть достаточно продавцов, которые используют такую систему оплаты. Безнал, да? То есть именно на рядах, на рынках, на рядах там, где овощи, фрукты? На рыбках есть, на специях точно есть. Там идет постоянная работа. Понимаете, сейчас, вот опять же, если вернуться лет на 10 назад, то продавцов приходилось убеждать о том, что, ребята, ну послушайте, но есть же вот люди, которые хотят рассчитаться карты, они не имеют при себе там достаточного объема налички, и дайте им эту возможность. То есть сейчас, как раз наоборот, мы работаем фактически на прием. Когда к нам приходят продавцы и говорят, пожалуйста, установите, потому что очень много моих покупателей желают рассчитаться картой. Постоянно спрашивают. А насколько увеличилось, скажите нам, пожалуйста, за последний год количество вот таких вот предпринимателей? Потому что лично у меня складывается впечатление, что, да, большие магазины, да, есть, я уже знаю определенные магазины, где я могу точно рассчитаться картой. Я туда и иду, по сути, да. Но у меня складывается впечатление, что если идти прогуливаться и мимоходом заходить в какие-то магазины, ну, может быть, в каждом четвертом будет возможность оплаты по безналу. Я ошибаюсь? Или все-таки... Ну, у меня складывается несчет каждого четвертого, но я повторюсь, что этот процесс сейчас идет достаточно быстрым, потому что игнорировать покупателя, который хочет рассчитаться банковской картой, ну, это выстрелить себе в ногу. Это его потерять, фактически, этого покупателя, потерять свой доход. И сейчас уже придуманы различные способы. Действительно, вот уже то, что упоминали, и оплата при помощи QR-кода, и есть специальные посттерминалы, очень маленькие, которые позволяют не заморачиваться проводкой интернета. Вот это тоже было таким вот стоп-фактором. Поэтому сейчас, ну, мало кто остается из продавцов в таких вот, знаете, на отрицаниях. Те, кто не в тренде, да, они еще не прочувствовали, что это им нужно. Очень мало. Вы смотрите, на сегодняшний день, если говорить по стране, больше, почти две с половиной тысячи торговых точек уже сейчас оснащены приборами для того, чтобы принимать оплату банковскими картами. Владимир, можете составить топ-3 самых популярных сервисов для тех, кто пользуется картами, у владельцев карт? Мне кажется, что там будет кредит до зарплаты, наверное, в числе. Наверняка есть в этом рейтинге. Да, кредит до зарплаты пользуются люди. Но, знаете, кредит до зарплаты – это дорогой кредит, и он такой, знаете, перехватится. Я бы рекомендовал этим кредитам меньше пользоваться, а пользоваться более длинными и дешевыми кредитными продуктами. Если говорить еще о карточных операциях, это, несомненно, мобильный платеж. Это тоже считается карточной операцией. Слушайте, ну, вот в день 2-3, иногда 5 тысяч уже в Приднестровье мобильных платежей. И действительно, мы можем выйти из дома без карты, мы можем выйти без кошелька, без паспорта, без телефона мы не выйдем из дома. А вернуться домой с холодильником, например? Да, да, да. Ну, так и происходит. С мобильного телефона очень много оплат. Это очень популярный сервис. Он достаточно недорогой в реализации, и им начинают активно очень пользоваться. Про кредиты. Ну, вот, да, наверное, это очень популярный, если говорить кредит до зарплаты. Но все-таки... Если честно, то в моем окружении практически каждый пользуется кредитом до зарплаты. Несмотря на то, что он, может быть, дорогой и невыгодный. Несмотря на то, что он дорогой и невыгодный. Хорошо, а если... Объясните, почему, почему вот вы считаете, что... Ну, я не умею считать, поэтому я спрашиваю у вас, как у человека, представителя банковской сферы, в чем моя ошибка? Почему я пользуюсь кредитом до зарплаты? Смотрите, дело в том, что когда вы пользуетесь кредитом до зарплаты, он как раз и создавался, название говорит само за себя, это перехватить немножко денег, и когда там небольшие суммы, небольшие суммы можно получить в кредит до зарплаты, ну, треть зарплаты, четверть зарплаты. То есть это относительно небольшие деньги перехватиться до конца месяца до зарплаты. И я знаю, что очень многие люди его отключают вообще, чтобы не пользоваться им, и они научатся распоряжаться своими деньгами. А если вот говорить о покупках в кредит, что чаще всего сейчас покупают в кредит у нас? Ну, смотрите, к сожалению, сказать, вот именно что чаще покупают, наверное, будет сложно, потому что вот если говорить о кредитной карте Агропромбанка, то две трети, ну, меньше, где-то процентов 60, чуть-чуть больше, чем 60 процентов, люди все-таки снимают наличкой. И дальше путь этот теряется, потому что человек дальше вправе сам распоряжаться этой наличкой и не сообщать нам об этом. Но если говорить о покупках при помощи кредитной карты, ну, все-таки в топе это все-таки техника. Бытовая техника. Да, бытовая техника. Это телевизор и холодильники. Помощники для дома. Да, вот все, что делает наш быт более комфортным. И, ну, знаете, одно дело обновиться, сказать, что, ну, вот у меня там этот телевизор уже давно, надо уже купить там на полстены телевизор, хочется. А бывают случаи, когда кредитка действительно выручает в части, слушайте, летом сломался телевизор, не телевизор, ладно, телевизор, бог с ним, сломался холодильник летом. Сломался кондиционер летом. Сломался кондиционер, да. Вот когда надо сразу вытащить. Не у тех есть достаточно сбережений дома, чтобы сразу оплатить эту покупку без обращения к заемным деньгам. В этом смысле кредитка помогает. Здесь очень важно понимать, сколько этот кредит стоит, какие расходы несет покупатель, то есть чем ему это грозит. Это очень важно избавиться от иррациональных страхов каких-то. Да, но избавиться, согласитесь, что сложно. Но я очень хочу задать этот вопрос. Мы хотим воспользоваться служебным положением. Положением, да. И уточнить, а перед праздником 8 марта берут кредиты какие-то такие... Может быть, есть какой-то всплеск, потому что мужчины... Всплеск особый, да. Мужчины, может быть, готовятся к празднику в каких-то магазинах с украшениями. Мы вообще думали, что вы нам подскажете какой-то список покупок, которые мужчины совершают перед 8 марта, может быть. Потому что все же гадают, женщины. Что ж подарят-то? Слушайте, ну вы знаете, буквально сегодня наткнулся на такую статистику. Знаете, вот топ самых там бесполезных подарков или топ, что не нравится, не нравится женщинам на 8 марта. Там на первом месте была сковородка. Я надеюсь, мы просто прочитали одну и ту же статью. Вы знаете, на первом месте, что бесит больше всего на 8 марта прекрасную половину человечества. Это безразличие. Это то, что вообще ничего не сделано. Так вот, знаете, вот здесь я понимаю, что это слоган мастер-карда, да, о том, что очень важно проявить какое-то внимание, заботу. А для всего остального есть там кредитная или дебетовая карта Клевер. Пусть нас простит мастер-кард, но это так. Тут на самом деле этих подарков, слушайте, я смотрю, ребята, которые продают там телефоны, какие-то гаджеты, они сейчас активно рекламируют. Вот я вижу, что все, что связано со здоровым образом жизни, это точно в топе. Все эти смарт-часы, которые считают калории, пульсы. Шаги. Шаги, да-да-да, это точно в плюсе, это востребовано. Это вот как, я вижу то, на что вот по общению с нашими продавцами точно тратят. То есть у нас направление, движение в направлении ЗОЖ идет. ЗОЖ спортный, да. И все такое. Да, а скажите нам, пожалуйста, а вот люди, когда пользуются карточками, вы обращали внимание в своих исследованиях, на что больше идет упор? Покупают по рассрочке или все-таки в кредит? Ну, смотрите, дело в том, что рассрочка, в принципе, это тот же самый кредит. Просто есть разные сроки, разные условия. И в рассрочке, как правило, проценты за пользование заемными деньгами платит продавец. И фактически для покупателя эти деньги разбиваются на какой-то короткий срок. Здесь мы сейчас видим активный рост, если на какие-то небольшие покупки в пределах 3-4-5 тысяч рублей, вот на них действительно спрос на короткие кредиты, вот на такие рассрочки, чтобы закрыть вот эту задолженность в течение ближайших полугода, 6 месяцев. На это действительно и спрос очень активно. Вот мы этот продукт ввели, сколько у нас уже, года 2-3 этот продукт у нас на рынке. И он-то доступен. Он доступен всем, кто получает заработную плату на счет, ну, в данном случае, Агропромбанка. Ему, человеку, нет необходимости дополнительно говорить, я такой-то, такой-то, я работаю там, там моя зарплата, чтобы потом банковские службы это все проявляли. У него заранее уже предодоблен этот кредит. И он пришел, просто рассчитался и... И все, и решил свою проблему. То есть в магазине не спросят паспорт, справку с работой? Нет, в этом и прелесть. В этом и прелесть, да, вот и доступность этих всех продуктов в том, что нет необходимости уже ходить с паспортом, со справками о зарплате. Банк, видя доход человека, видя его заработной платы, понимает, какую сумму ему можно кредитовать, так, чтобы этот кредит был, ну, скажем так, не душил этого человека, чтобы он мог отдавать безболезненно часть своей зарплаты, при этом нормально жить, питаться, отдыхать и так далее. То есть мы не отдадим больше в долг человеку, понимая, что он просто не сможет отдать. Хорошо. А от чего зависит этот выбор? Что выберет человек? Кредит, рассрочку или вообще не брать в кредит? Это все-таки психология? А просто собирать в кубушку? Да, или от чего это зависит? Вот я знаю, что старшие поколения, они как-то с опаской, с трудом вообще вот идут на такие... Скорее одолжат, да, у соседки, попросят у знакомых, но почему-то вот банк... Но при этом они пользуются весьма активно картами. Если я не ошибаюсь... Или пенсия на карточку, да. Пенсия на карту приходит, да. Мы не правы со Светой в том отношении, что у нас может быть стереотипы по поводу пожилых людей. Они меняются. Вот это все уже меняется. Знаете, вот если уже сейчас, наверное, не знаю, хорошим или плохим тоном будет говорить о 2020 годе, который очень многое изменило в нашей жизни, она никогда не будет прежней. Вот за 2020 год в Агропромбанке добавилось 24 тысячи пенсионеров, которые выбрали этот банк для получения пенсии на банковскую карту. Это значительный такой прирост. Это было неожиданно для вас? Вы знаете, это было неожиданно приятно, потому что мы проводили такую информационную кампанию о том, что, пожалуйста, избегайте посещения людных мест, избегайте, чтобы к вам ходили люди, которые приносили наличные деньги. Не ходите в банк для того, чтобы оплачивать коммунальные... Оберегайте себя, да? Оберегайте. И мы построили свою компанию информационную, рекламную с прицелом даже не на самих этих пенсионеров, а на их детей. Мы просили их обучить их, пожалуйста, этому, обезопасьте их. Вы знаете, это очень сработало. И вот те пенсионеры, которые к нам пришли в этом году, их пришло несколько раз больше, чем за несколько лет предыдущих, понимаете? Они пришли, и вот доля этих пенсионеров, которые активно пользуются банковскими сервисами, например, интернет-банком, она очень значительная. Слушайте, там до трети из этих пенсионеров пользуются интернет-банком. Так вот, а теперь насчет кредитования. У нас действительно банковскими продуктами предусмотрены возможности покупать в рассрочку. Причем там возраст такой, что, ну, в общем-то, очень много пенсионеров могут этим воспользоваться. И я вам скажу... Что-что? Пользуются? Да. Вы знаете, я вам скажу, что если взять общее количество рассрочек, которые делают клиенты Агропромбанка, то процентов 15 из них делают люди пенсионного возраста. 15 даже уже ближе к 20. Это о том, вот как раз то, что вы говорите о стереотипах. К этому привыкают. Тем более сейчас мы обращаем внимание на то, что продавцы, ну, целые там программы, какие-то активности делают именно заточенные на то, чтобы на какие-то небольшие по сумме товары делать какие-то скидки или оплачивать вот этот вот процент по кредиту. И пенсионеры активно этим пользуются. Да. Ну, это интересная информация. Спасибо вам большое, Владимир, за то, что нам так интересно рассказали. И все-таки чуть-чуть, наверное, не обрадовали женщин в преддверии 8 праздника, 8 марта. Мы ожидали все-таки услышать, наверное, не просто вот это вот банальное главное внимание. С нами на связи был... Я всего лишь транслировал. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. С нами на связи был начальник отдела маркетинга Акропромбанка Владимир Литвин. В Молдове пчеловоды бьют тревогу. Не все пчелы пережили эту зиму, а потери там серьезные. Как обстоят дела у нас, поговорим об этом с нашим специалистом. Да, с нами на связи Михаил Пархун, председатель Ассоциации пчеловодов в Приднестровье. Здравствуйте. Вот вчера в эфир у нас вышел сюжет про пчеловодов в новостях, у которого погибло много пчел этой зимой. Михаил, прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Это единичный случай или похожая история есть и у наших пчеловодов? Я хочу сказать, что сейчас наступила теплая погода. Воды только сейчас начинают смотреть и подводить итоги зимовки. Я думаю, что это не единичный случай. Но я думаю, необходимо разобраться в причинах. А причин может быть очень много. Это может быть даже не 5 и не 7, а причин может быть десяток. Дело в том, что у нас есть группа пчеловодов в Приднестровье, в Вайбере. Она насчитывает больше 140 человек. Мы сейчас обсуждали эту тему вчера очень бутно. А еще в прошлое воскресенье мы начали обсуждать тему зимовки пчел, потому что в основном сейчас много работы и в воскресенье есть время, когда это можно обсудить. А причин быть может очень много. Я всегда говорю, что причина, в первую очередь, это наше отношение к пчелам. А самая главная причина сейчас в нашей ситуации является химизация отрасли. То есть, когда мы стоим на населенном пункте, любой из соседей может обработать участок тем, что ему что угодно. Понимаете? Если в законе прописано, что аграрий, который обрабатывает, обязан предупредить за три дня, и пчеловод может что-то с этим сделать, вывести пчелиные семьи и каким-то образом повлиять. А в частном секторе это вообще невозможно контролировать. И я хочу повториться. Причин может быть до десяти. Я могу много и долго их перечислять, но это надо заниматься именно специалистом. А какую именно ошибку допустил пчеловод в этом конкретном случае? Что привело, по вашему мнению, к гибели пчел? И нельзя вот так вот судить только из сюжета? В первую очередь, нет, нельзя голословно, потому что это, я думаю, будет непрофессионально. А в первую очередь, он правильно сказал, что первую надо начинать с лаборатории. Лаборатория покажет заклещенность. Второй этап – это по химическому отравлению. Но проблема в том, что у нас такой лаборатории на территории республики нет, которая может показать наличие химических веществ в телах пчел. То есть есть лаборатория судебно-медицинской экспертизы, которая может определить у человека, а у пчел не может, просто потому что там предельно низкие концентрации уже уничтожают пчел. А химические вещества, запрещенные уже в Европе, самые безопасные, то есть первокласса токсичности, класс неоникотиноиды, они запрещены уже в Европе, об этом везде говорят, хотя они считаются самые щадящие. И последствия их до 140 дней. Так что только глубокий анализ мог бы показать, что на самом деле. Михаил, вы, наверное, знаете всех пчеловодов у нас в республике, вы говорили, у вас сообщество там очень большое. Так что они говорят, как все-таки пчелы пережили эту зиму? Понимаете, в чем ситуация состоит? Как обстоят дела? Пчеловоды в большей степени очень большие консерваторы. То есть если пчеловод к чему-то привык, он делает из поколения в поколение. Это очень опасно. У нас ситуация очень серьезно поменялась в последние годы, то есть с заметными изменениями климата. И прошлый год был очень критическим, чем недостатком влаги. И у пчел за все лето накопилось, с одной стороны, как усталость, а точнее, как изношенность такая пчелиных семей. И необходимо было проводить целую массу мероприятий для того, чтобы как-то кофт-пасека выжила. Так как у нас точки есть в разных регионах, вот в Слободзейском районе, в Ререпольском и Рыбницком, то есть ситуация менялась очень-очень кардинально. То есть чем южнее, тем хуже состояние было пчел. Понимаете? Это все напрямую было связано от осадков. Также защита от Крещаварова – это комплекс мероприятий, который должен продолжаться в течение сезона. Мы стараемся, и мы в группе пропагандируем работу в течение всего сезона. Я говорю, что мы в воскресенье прошлое начали работу, потом многие говорили, что вроде как семинар провели. Но мы начали работу, и основное, в чем мы сошлись все вместе, то есть подготовка к зимовке должна начинаться 23 февраля. Надо готовиться уже к следующей зимовке. То есть в начале сезона. Потому что все очень серьезно, ничего не стоит на месте. Купа химия, окружающий мир, то, что мы имеем, заставляет нас постоянно чему-то учиться. Михаил, вот скажите, пожалуйста, сейчас цена на мед выше процентов на 15, чем в прошлом году в это же время. Получается, что урожай меда в этом сезоне будет еще дороже. Чего нам ждать? Можете нам сказать? Почему? Всему есть дело. Нет, знаете, как чего-то невозможного. Все ситуация будет известна, я думаю, через недельки, две, три. То есть мы увидим, как перезимовывает рапс. Рапс – это та первая культура, которая даст пчелам возможность восстановиться. Опять же, наступает с рапсом вопрос о химических обработках. Будем надеяться, что аграрии будут вносить пестициды, те, которые разрешены. Потому что есть очень большая сложность в том, что на рапсе у нас разрешена обработка химического прямо по цветению. Поэтому пчеловодам очень сложно. С одной стороны, хочется развития пчел. С другой стороны, чревато химическим отравлением, так скажем. И через недельки, три, как я говорю, мы увидим перезимовал ли рапс. Потому что он на многих полях в очень тяжелом состоянии. Отсюда это будет как первая ласточка той перспективы, о чем мы можем говорить. По зимовке пчел каждый год практически в большей или меньшей степени пчелы выходят в тяжелом состоянии. И зимовки, опять же, это то, что упущено из пчеловодами в прошлый сезон. И, знаете, мелочи. Но они не мелочи, они выливаются вот в такие вопросы. Очень сложно. Так все же, Михаил, что по этому сезону? Какие прогнозы вы вот... Насколько вы оптимистично настроены? Настроены ли вы оптимистично? Я, в принципе, оптимист. Мы три года с коллегами организовали ассоциацию. Вы знаете, тогда ассоциация создавалась в первую очередь. Целью ее была возможность реализации излишков меда. На экспорт. А вот на этом этапе мы чуть-чуть пришли к другому. То есть нам необходимо обеспечить внутренний рынок продуктами пчеловодства по, соответственно, доступной цене, чтобы мы могли произвести тот объем, который мы можем продать, а люди смогли бы его купить по адекватным ценам. Хорошие новости. Спасибо вам огромное, Михаил, за разговоры. И надеемся на удачный и плодотворный сезон у пасечников. Да, с нами на связи был Михаил Пархун, председатель ассоциации пчеловодов Приднестровья. Ну а это было экспертное мнение. Не переключайтесь, сразу после нас смотрите новости, все самые важные и интересные события этого дня. До встречи. Всего доброго.